Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Вынужденный локдаун самарских школьников с 6 по 10 класса в связи с нестабильной эпид-обстановкой переводят на дистанционное обучение. Взять на контроль каждое обращение жителей. Глава города Елена Лапушкина обсудила на еженедельном совещании в мэрии подачу тепла в жилые дома Самары и дала ряд поручений. Любовь к делу, ученикам и профессии. В преддверии дня учителя заслуженных педагогов области поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Новый драйвер развития ипотечного рынка. В сентябре банки зафиксировали двукратный прирост заявок на семейную ипотеку. Подробнее о кредитах на жилье в новостях экономики. Штрафы за безответственность и нежелание следовать рекомендациям. В Самаре усилили меры по контролю за соблюдением масочного режима на всех видах транспорта. Эпид-ситуация в регионе требует усиления контроля за соблюдением всех профилактических мер. Об этом шла речь на штабе по предупреждению распространения коронавируса. Какие решения приняли, расскажем прямо сейчас. За сутки в регионе зарегистрировано 626 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 272 из них в Самаре. Об этом стало известно на расширенном заседании городского штаба по борьбе с COVID-19 с участием заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, главы Самары Елены Лапушкиной, представители Роспотребнадзора, руководители департаментов и администрации внутригородских районов. Специалисты Роспотребнадзора оценивают эпид-ситуацию как нестабильную, а значит рисковать здоровьем детей нельзя. Городским штабам поручено перевести учеников 6-10 классов на дистанционное обучение. Мера вступит в силу с 6 октября и продлится две недели. Это та группа детишек, в которой регистрируется наибольший прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И в частности в группе 15-17 лет он достигает 48% по сравнению с предыдущей неделей. Именно это являлось главным основанием для принятия подобного решения. Эти две недели власти будут мониторить эпид-ситуацию и принимать решения о формате обучения уже для младших классов. А пока очное обучение будет проходить с ужесточением мер эпид-контроля. О необходимости напоминания жесткого входного контроля. И даже если педагог в течение дня видит, что ребенок приболел, что есть кашель, есть насморк, ребенку не здоровится, конечно, его надо отправлять домой, связаться с родителями, предупредить и отправлять домой. Меры по борьбе с коронавирусом комплексные. Городским штабам поручено усилить контроль за масочным режимом в общественном транспорте. Пристальное внимание уделяется соблюдению всех противоэпидемических мер на предприятиях и в торговых центрах. А именно термометрии, ношению масок, наличию санитайзеров и разметки социального дистанцирования. На нарушителей, как покупатели, так и юрлиц составляют протоколы. Потому лучшим решением защитить себя в этот непростой период остается вакцинация. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Штрафы за безответственность и нежелание следовать рекомендациям. В Самаре усилили меры по контролю за соблюдением масочного режима во всех видах транспорта. Проверяют не только пассажиров, особо пристальное внимание к водителям и кондукторам автотранспортных предприятий. Сколько нарушителей выявили и почему необходимо соблюдать масочный режим, а также следовать требованиям Роспотребнадзора, выяснили наши корреспонденты. Комиссия по контролю за соблюдением масочного режима на всех видах пассажирских маршрутов работает ежедневно. Утром и вечером в час пика межпиковое время сотрудники полиции, департамента транспорта, компаний-перевозчиков и добровольной дружины проверяют подвижной состав города. Каждую неделю проводится по 80 выездных рейдов. Ими охвачены маршруты во всех внутригородских районах. Сегодня проверки начались с трамвайных и автобусных остановок возле госуниверситета. Работа в таком режиме у нас будет продолжена вплоть до особого распоряжения оперативного штаба. Требование о том, что нужно носить маски, оно распространяется не только на пассажиров, но и на персонал перевозчиков. То есть водитель, кондуктор, который также находится в салоне, тоже должны носить маску. Она также должна быть надета на лицо, закрывать нос и рот. Пассажирка 61-го автобуса на просьбу сотрудников полиции и межведомственной комиссии надеть маску ответила резко. Не приняла она и маску, которой был готов поделиться водитель автобуса. Девушке предложили покинуть салон для того, чтобы оформить протокол. На это она отказалась и надолго задержала рейс. Опаздывающие пассажиры, среди которых люди преклонного возраста, были в недоумении и на эмоции также не скупились. Протокол сотрудники полиции все-таки составили. Пришлось оформлять административный материал прямо в салоне. Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей. Точную сумму взыскания установят в суде. На прошлой неделе на таких же нарушителей было составлено 5 протоколов. А с начала этого года за несоблюдение масочного режима на транспорте были оштрафованы 362 пассажира. Особо пристальное внимание к водителям и кондукторам автотранспортных предприятий. Некоторые из них и вовсе не считают нужным надеть маски или забывают их. Просто забыл. Забыл, стоил, забыл одевать. И все. Ничего такого. А так постоянно в масках находимся. Стоит отметить, что в транспортных предприятиях есть практика привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности. Лишение премиальных за месяц. Если дело дошло до протокола, то штраф грозит не только водителям и кондукторам. Компания-перевозчик также может быть наказана рублем. Если на физическое лицо предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, то юрлицам придется выплатить до 300 тысяч. Перевозчик со своей стороны принимает все необходимые меры. Перед выходом на линию подвижной состав обрабатывают специальным дезинфицирующим средством. Для кондукторов и водителей проводят инструктаж о необходимости использования средств индивидуальной защиты. А также рассказывают, что нужно предпринять и какой алгоритм действия выбрать, если пассажиры категорически отказываются надевать маски. Если вы заметили вдруг нарушение, стали свидетелем грубого поведения, вы, пожалуйста, обращайтесь на телефон горячей линии. Телефоны все размещены у нас в подвижном составе. В соцсетях можно обратиться к сотруднику, который оперативно донесет информацию руководству. Жителям города в очередной раз напоминают, наличие сертификата о вакцинации не дает права отказываться от соблюдения масочного режима. Средства индивидуальной защиты нужно надевать еще на улице, до входа в салон. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Сергей Баскин. События. Ни одно обращение не должно остаться без ответа. Глава Самары Елена Лапушкина поручила взять на контроль каждый вопрос жителей города, связанный с подачей тепла. Напомню, что отопительный сезон в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова начали в беспрецедентно ранние сроки – 16 сентября. В первую очередь тепло получили все соцобъекты. Параллельно начали отапливать и многоквартирные дома. Ситуация на ежедневном контроле. Сегодняшние показатели обсудили на еженедельном совещании в администрации города. Кроме того, подвели итоги реализации национальных проектов. В этом году Самара участвует в реализации девяти национальных проектов, которые включают в себя 44 показателя. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 62 участка автомобильных дорог общей протяженностью почти 66 километров. Уже завершены работы на 53 объектах. Комплексно обновляют семь дорог протяженностью более 9,5 километров. На пяти объектах работы выполнили в полном объеме. Достижения показателей обсудили на еженедельном совещании в городской администрации. Общий процент выполнения дорожных работ по 62 объектам на 1 октября составляет 95%. Процент выполнения по показателю доли протяженности дорожной сети Самарско-Тольятинской городской агломерации, находящихся в нормативном состоянии на 1 октября составляет 89,6%. По остальным показателям выполнение составляет более 100%. По нацпроекту «Жилье и городская среда благоустроили 6 общественных пространств и 37 дворов». Работы идут еще на четырех. С начала года ввели в эксплуатацию 507 тысяч квадратных метров жилья, 370 тысяч в многоквартирных домах и 138 тысяч в частном секторе. По всем нацпроектам к концу года выполнят необходимые показатели. Обсудили на совещании самый горячий осенний вопрос – подключение домов к теплу. «Сейчас отрабатываем горячую линию, также есть повреждения на сетях ПТС. С районами будем конкретно отрабатывать по каждому повреждению совместно с ПТСниками». «Каждое обращение не должно остаться без ответа. По каждому нужно ответить и разъяснять, то ли дом у нас на статистике находится, то ли у нас порывы и сроки устранения. И, конечно, надо выходить максимально на заявителя». Напомним, что в начале прошлой недели в городе запустили горячую линию, на которую можно обратиться, чтобы задать волнующие вопросы, связанные с подачей тепла. Все номера телефонов в районах администрации и профильного городского департамента указаны на сайте администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Любовь к делу ученикам и профессии. В преддверии Дня учителя заслуженных педагогов области поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Торжественное мероприятие в режиме видеоконференции объединило около 70 тысяч работников сферы образования. Встреча прошла в новой 68-й школе Самары. Продолжит наш корреспондент. Учитель русского языка и литературы Светланы Мельникова в сфере образования более 40 лет. Говорит, в профессию пришла по любви и еще ни разу о своем решении не пожалела. В преддверии Дня учителя Светлана получила звание народного педагога Самарской области. В торжественной обстановке ее поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Мне повезло, я считаю, профессионально. Я состоялась, и кроме того, это не просто, это было через какую-то там боль, нежелание, а я с удовольствием шла на работу, всегда с удовольствием этим занималась. Дмитрий Азаров встретился и с теми, кто в профессии не так давно. Софья Приказчикова работает учителем два года, преподает английский язык. Конечно, мне очень нравится работать с учителем, безусловно, получать отдачу от детей, видеть этот драйв, эти горящие глаза, и, конечно, я сама от этого заряжаюсь. Мне нравится быть полезной детям. Напрямую связь с главой региона вышли и педагоги из других муниципалитетов. Задать интересующие вопросы губернатору смогли все желающие. Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником и подчеркнул, что от труда учителей в том числе зависит реализация национальных проектов. Дорогие друзья, я крайне благодарен, признателен вам за этот труд. За ваши усилия. Это очень непростое для всех нас время. И, конечно же, готовы и к тому, чтобы обсудить, какие дополнительные меры поддержки. Что мы еще можем вместе сделать, чтобы вы себя покомфортнее ощущали. Встреча губернатора с учителями прошла в новой 68-й школе. Современное образовательное учреждение открылось в этом году. Здесь учатся свыше тысячи детей. Здание оснащено по последним стандартам качества. Грамотно подобран педагогический коллектив. Школу возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Процесс строительства контролировали губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Михаил Ермоленко, Мария Елчан, Василий Колдашов. События. В правительстве области произошли изменения в кадровом составе. 4 октября Игорь Андреев был назначен временно исполняющему обязанности министра имущественных отношений Самарской области. Ранее он занимал пост заместителя главы ведомства. До настоящего времени министерство возглавлял Сергей Черепанов. Социалка, оборонка, экономика в Госдуму внесли на утверждение проект федерального бюджета на следующий год. Российские банки фиксируют двукратное увеличение спроса на льготную семейную ипотеку. А в Самаре растут цены на новостройки. Подробности в нашем экономическом дайджесте. Военные расходы России в 2022 году выйдут на второе место в бюджете страны. Траты на оборону, как и до пандемии, окажутся выше, чем на экономику. Это следует из проекта федерального бюджета. Документ уже внесли на утверждение в Госдуму. В следующем году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 триллионов рублей. Это почти 15% общих расходов. На экономику направят 3,4 триллиона миллиардов. А крупнейшим разделом федерального бюджета остается социальная политика. На нее выделяют более 5,8 триллионов рублей. Спрос банков на выдачу семейной ипотеки на 40% превысил доступные лимиты. По этому виду кредитования предусмотрено было выдать 893 миллиарда рублей, а банки подали заявки на 1,2 триллиона миллиардов. И это только на льготную семейную ипотеку. Дело в том, что с 1 июля расширился список ее получателей. Теперь кредиты по ставке до 6% могут получить семьи не только с двумя детьми и больше, но и семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года. При выдаче семейной ипотеки государство субсидирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками. Программа позволяет заемщикам приобрести квартиру в новостройке или готовое жилье, потратить деньги на строительство частного дома или рефинансировать старый ипотечный кредит по льготной ставке. В банках фиксируют двукратный спрос на семейную ипотеку в сентябре и ожидают, что этот вид кредитования станет самой популярной госпрограммой в 2022-2023 годах, если условия не пересмотрят. За первые полгода 2021-го по программам льготные семейные ипотеки выдали кредитов на 959 миллиардов рублей. Ими воспользовались 292 тысячи российских семей. Тем временем в Самарской области выросла цена на жилье в новостройках. Сегодня стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости – 61 тысяча 700 рублей, сообщили в Самарском областном фонде жилья и ипотеки. В областной столице цена выше средней по региону – 66 тысяч 300 рублей за квадрат. С начала года показатель вырос почти на 8 тысяч. Еще в марте средняя стоимость жилья в Самаре составляла 58 тысяч 600 рублей. Официальный курс доллара – 72 рубля и 92 копейки. Евро – 84 рубля и 64 копейки. Нефть марки «Бренд» – 79 долларов и 47 центов за баррель. Невосполнимая утрата для города. 3 октября ушел из жизни самарский общественный деятель, кандидат юридических наук Алексей Захаров. С 2003 года Алексей Леонидович был доцентом кафедры публичного права Института права Самарского государственного экономического университета. Также занимал пост заместителя председателя общественного совета при Думе городского округа Самары 4 и 5 созывов, а с 2015 года возглавлял его. Активно занимался научной деятельностью. Был автором более 60 научных статей и двух монографий. За заслуги перед городским сообществом был награжден почетным знаком городской думы медалью Петра Алабина. Прощание с Алексеем Захаровым состоится 5 октября в выставочном комплексе «Экспо-Волга» по адресу улицы Мичурина, 23А. Отпевание пройдет с 10 до 11 утра, а гражданская панихида – с 11 до 12. Захоронение проведут на кладбище Рубежное. Коллектив телекомпании «Самары ГИС» выражает искренние соболезнования родным и близким. Благородная инициатива для пожилых жителей города. В Самарском доме ветеранов прошло торжественное награждение волонтерских коллективов. В течение года они принимали активное участие в реализации проекта «Серебряный возраст. Время достижений» в рамках нацпроекта «Демография». На церемонии награждения победителей побывала и наша съемочная группа. Забота о пожилых людях, организация для них здорового и разнообразного досуга на свежем воздухе – одна из задач коллектива волонтеров «Щедрые сердца». В рамках проекта «Серебряный возраст. Время достижений» активисты на протяжении лета старались разнообразить досуг пожилых жителей города, вовлекая их в занятия спортом. Новус, шаффлборд, джакл и корнхолл – настольные спортивные игры, правилам которых волонтеры были рады обучить почтенных жителей «Серебряного возраста». Инициаторы игр Татьяна Ножкина и ее коллектив «Щедрые сердца» удостоились наград от Дома ветеранов, Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Мы очень рады видеть новых людей. Наши игры могут заниматься все – и дети, и взрослые, пенсионеры. То есть люди независимы от возраста и состояния здоровья. Но те, кто занимаются, они получают колоссальные эмоции положительные, заряд бодрости и стимул к жизни. Уникальный спортивный проект «Серебряный возраст. Время достижений» проходил в городе в рамках нацпроекта «Демография». Пожилые люди получили возможность проводить время на открытом воздухе в скверах и парках Самары, участвовать в оздоровительных зарядках, культурных событиях, шахматных баталиях и в других спортивных состязаниях. 3197 жителей нашего города смогли принять участие в ходе мероприятий в рамках этого проекта в разных формах. Кому было интересно, он занимался зарядкой. Кому интересно было настольными играми, кто приходил танцевать, кто выступал. Поэтому мы сегодня собрались во Дворце ветеранов с тем, чтобы сказать самым активным участникам нашего проекта добрые слова, наградить их благодарственными письмами Департамента опеки, ценными подарками. Торжественное награждение победителей конкурса сопровождалось танцевальными и песенными номерами, которые подготовил коллектив Дворца ветеранов и другие творческие объединения города. Михаил Гермоленко, Николай Пифанов. События. В Самаре на территории Спиридоновской церкви началось строительство детского спортивного православного центра. Это уникальный епархиальный проект, направленный на воспитание защитников Отечества. В центре заработают секции единоборств, преподавать в которых будут профессиональные тренеры Самары и региона. Чье имя будет носить учебное заведение узнала Гульфия Сафина. Александру Невскому помолимся. Святый благоревний князь Александр, премоли Богу. Имени национального героя и святого покровителя Отчизны в Самаре возвели и осветили памятник выдающемуся полководцу Древней Руси Александру Невскому. В этом году исполняется 800-летие с даты рождения великого князя, прославившегося победой над шведами в легендарном ледовом побоище. Он причислен к лику святых и сегодня именно в его честь в Самаре заложили камень в ознаменовании начала строительства детского спортивного центра. Я считаю, один из самых уникальных проектов в России. У нас есть некоммерческий фонд, детский епархиальный образовательный центр, в котором занимаются более 16 тысяч детей, более 70 центров. Но основная деятельность – это, конечно, кружковая работа, внешкольная, где дети занимаются и рисованием, и пением, и лепкой. Это будет центр подготовки доблестных и смелых патриотов Родины – православная школа единоборств. Обучать детей, начиная с пятилетнего возраста, здесь будут профессиональные тренеры. Помимо классических азов боевых искусств, акцент сделают на духовное и культурное развитие ребенка. «Возбегнуть из здания детского центра во имя святого благоверного князя Александра Невского». «Это кикбоксинг, это борьба, ну, соответственно, бокс, конечно же. Центр, он будет в честь Александра Невского, да, воина. Поэтому, понятно, что нельзя так сказать, что мы будем готовить воинов, но детей, которые будут сильны духом и крепки в православной вере». Развитие дополнительного образования детей в приоритете и у городских властей. Только в Октябрьском районе потребность в кружковых и спортивных клубах остается высокой. «Запрос на самом деле есть, он большой. И когда у людей есть выбор, это всегда хорошо. Когда есть большое количество вариантов, куда можно отдать своего ребенка. Тем более, что у разных людей разный уровень дохода. И чем больше будет бесплатных объектов, а все кружки и секции, с которыми осуществляется епархия, они все, естественно, бесплатные, тем, мне кажется, будет лучше». Строительство Центра единоборств будет осуществляться на благотворительные средства прихожан. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. В столице региона завершилась неделя театрального искусства в рамках межрегионального фестиваля «Волга театральная». За семь плодотворных дней самарские зрители увидели спектакли коллективов, которые съехались из девяти городов по Волжье. На театральных подмостках давали по два-три представления в день. С закрытия фестиваля репортаж Сергея Кизоркина. С 25 сентября по 2 октября Самара стала центром театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная». Конкурсную программу открыл спектакль Театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг», уже отмеченной критиками. На закрытии публика увидела в исполнении Уфимского драматического театра Чеховского Иванова. «Это очень хороший театр, профессиональные артисты, замечательная творческая атмосфера. Я желаю всем приятного вечера, тем более, что Уфимская драма уже четвертый раз участвует в театральной, в «Волге театральной». Я желаю всем хорошего вечера театрального и прекрасных эмоций». «Волга театральная» – единственный фестиваль в Поволжье, объединяющий профессиональные коллективы. Впервые он прошел в 2013 году. С тех пор стала традицией проводить фестиваль раз в два года. За это время спектакли посмотрели более 22 тысяч зрителей. «Фестиваль пятый, несмотря на все те сложности, которые мы испытывали последние два года, он состоялся. И большая благодарность нашему самарскому зрителю, который приходил на спектакли, который смотрел эти спектакли, который принимал, либо не принимал их. Но, тем не менее, у фестиваля есть продолжение, и мы будем ожидать уже в 2023 году шестого фестиваля «Волга театральная». В конкурсной программе представили постановки 13 театральных коллективов из девяти городов Поволжья. Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные, Челны, Уфа, Саранск, Саратов и Арзамас. В фестивале приняли участие спектакли, премьеры которых состоялись за последние два театральных сезона и получили высокую оценку зрителей. Хочется пожелать всем участникам, всем театральным коллективам, театральным трупам, пожелать успехов в их прекрасном труде, новых свершений и побед в следующих фестивалях. Фестивальные спектакли проходили ежедневно на площадках театров Самары и Новокуйбышевска. Критики и члены жюри отметили яркость и неожиданное прочтение давно известных произведений. Даже признанные мэтры выходили на сцену с большим волнением и это тоже очень ценно, потому что актер до сих пор ценит зрительское внимание. Истинное, искреннее, непридуманное, поскольку театр это единственное место, где общение непосредственно. Ни кино, ни телевидение, ничего подобного дать не могут. Лучшие работы в разных номинациях получили 16 наград, 10 остались в Самарской области. Гран-при фестиваля «Волготеатральная» досталось Новокуйбышевскому театру студии «Грань» за спектакль «Мария Стюарт» по пьесе Шиллера. Сергей Кизорки, Николай Пифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары Гиз, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!